Всем привет, с вами Павел Мясник и мы продолжаем проходить Hellgate London. Вот у нас дофига квестов и нам надо на станцию Chain Cross. Да, интересно конечно, интересно. Довольно крутые задания и я еще до сих пор не разобрался, что же делать со всем этим шмотом. Куда я его могу запихнуть? Ну хотя, в принципе, вот например, топливо пишет, что неизвученное, как и это. То есть топливо мы можем изучить, как и оружие. Достаточно просто нажать на анализатор. И вот, энергозатраты минус 6, да? То есть у них есть определенные свойства, если, например, куда я его могу вставить. То есть вот она дает нам силу воли одну. А вот куда его впихнуть? Я, честно говоря, не знаю, поэтому... Я даже не знаю, где что собирать. То есть вот у нас есть запчасти. Я их, в принципе, могу найти, а потом... Потом делать себе крутое оружие. В принципе. Так, ну мне надо на станцию... Черинг Кросс. И она, по-моему, где-то была здесь, если я не ошибаюсь. Нет, она не здесь. Значит, мне надо немножко в другой сектор этой базы. Так, ну не тут. Но если я сильно долго буду с этим париться, тогда, конечно, мне надо будет эти чертежи продавать, потому что шмота много, а весь шмот я, к сожалению, не могу с собой здесь носить. Вот, площадь Лень Честер. Мне сейчас вроде так. И еще надо пару квестов выбрать, которые я буду проходить. Вот, Чем Кросс. Без и стрелки. Площадь Лень Честер на улицах. Так, мне надо поподробнее. Не то. Потом здесь черно. Детектор протоплазма. Так, с этим я вот запутался. У меня вот тут ящичек. По-моему, в него я должен... Что? А, он, наверное, автоматически заполнится, поэтому можно, в принципе, с этим не палиться. Ладно, можно идти дальше. И, в принципе, гасить всех и вся. Так. Лорд Милл Млайт какой-то у нас. И здесь уже появились седьмого уровня какие-то огнехваты. Интересно, интересно. Они, кстати, дофига опыта дают и практически ничего не сносят. Да, такими темпами я неплохо раскачаться могу, но, правда... Возможно, с ними кто-то будет и покруче здесь. Так, что еще пора нарадоваться, но денежки с них уже начали мне сыпаться прямо в руки. Так. Прикольное местечко новенькое. Восьмая серия, восьмой уровень. Все круто. Желательно побольше мне тут обследовать. Нет. Хотя, сейчас проверю, что за бутсом. Так, а ну-ка, еще раз. Используются сандалии новичка. Это бутсы оружия носа. То есть, они гораздо круче. Да, и выглядит вроде поприкольней. Мне так кажется. Так, в принципе, это не особенно важно. Тем более, оно мне дает на плюс один силу. Прикольно. Так. И еще здесь что-то может выпасть. Пантеря ружинота. Но это уже навряд ли будет лучше, чем у меня. Фигнюшка. Значит, в принципе, вот эту хрень я могу уже выкидывать сразу, чтобы она мне потом не мешала. Такс. А это что? Успокоительное, да? Так. Отлично. Так, я надеюсь, сейчас на видео не будет музыки записываться, которые у меня соседи врубили на полную мощность. А, ненавижу я этих соседей. А вот лорд Мимлай. Сейчас поглядим, что ты из себя представляешь, лордик. Следует использовать успокоительное. Такс. А как мне его использовать? Все. Все. А, все. Я его уже использовал успокоительно, в принципе. Только не знаю, зачем оно мне. Но я его по-любому убью. Надеюсь, у меня квест не провалится. Так, ладно, да, я по-респауни. Что-то ты какой-то мощный, ведь щит мне помочишь. Такс. Один квест у меня уже готов. В принципе. Так. Угу. Не знаю, дальше мне намного идти или все-таки квест сдать. А он почему-то и не хочет умирать. Он может воскресать умеет. Я не знаю, точно. Такс. И уже непонятно, откуда мутанты пошли. Интересно. Ну ладно, мне тут все равно недалеко. Пойду, в принципе, сдавать этот квест. И посмотрю все-таки, что он из себя представляет. Блин, мне по-прежнему эта музыка напрягает, которая играет наверху. Козлы на полную громкость врубили. Ладно, если что-нибудь нормальное играли, у них одно и то же. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не знаю, вот эти смысл такой музыки я вообще не видел. Бисли. Отлично. И у меня теперь есть мега-награда. Прыгунки оруженос. А вот эти я уже не могу использовать. Значит, выбора у меня нет. Так, а может ты мне хоть стату дала? Не, жадная. Жадная собака. Ладно. Посмотрим, кстати, что это за буты такие. Их надо изучить для начала. Но у меня хорошо, что много анализаторов. Поэтому повышение защиты от яда и защиты от шока. Также она мне прибавит силу и силу воли. Хорошие ботинки. Так. А пока сюда можно, в принципе, продать оставшийся шмот. Ой, не так, не так. Шифт. По-моему, шифт. Да, шифт надо зажимать. Отлично. Топливом. Его ж как-то можно использовать, скорее всего. Стоимость продажи 200. Прикольная фигнюшка. Ладно, я пока ее оставлю. Ладно, блин, да шо ж там музыка уже на нервы действует. Вот правда, одно и то же у них играет. Ту-ду-ду-ду-ду. Там вот такая вот семья кайф. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И все. Больше они ничего не знают. Мозги атрофированы. Квартиранты долбаны. Хотя нет, это не квартиранты, это, по-моему, наркоманы какие-то там сидят. Ну, нормального человека просто, он не сможет слушать вот эту музыку целый день. Так, а у воротов ты, видимо, не ожидал. Да ничего. Такс, такс, такс. А опыт у меня потихонечку собирается. За когтихватов дохера дают, если честно. И мне вот это нравится. Здесь фармиться можно очень хорошо. И девятый уровень, в принципе, возьмется, ну, очень легко, можно сказать. Поэтому я их убью всех. Такая халява с опытом. Редко когда попадается, честно. Такс, такс, такс. Да еще и денежки дают неплохо. Ну, правда, они при смерти ядом еще тычат. Ну, да ладно. Так, а вот это я уже не понимаю. Черенкросс, как мне на тебя попасть? Британский музей. Тотемкорд роуд. Рассул сквер. Рынок Курмкарден. Площадь Линд. Станция Черенкросс. Это мне надо... Сент-Мартинос какой-то. А как мне туда попасть? Очень интересно. Так, ну, тут должен быть где-то проход. Что-то я, мне кажется, упустил. Вот только что. Там дверский палаш. Это вообще что такое? Не, дерьмо обычное. А, мне еще один такой же, да, выпал. Ладно, вот здесь вроде проход. Да, вот. Я все ниже и ниже спускаюсь. На тебе, стан. Кстати, вот я из-за того, что щит прокачал, он теперь мне, по-моему, дает шанс криты наносить. Потому что вот я щитом бью, и сразу с двух тычек этот демон умирает. Броню он пробивает, между прочим, сразу же. Меня это радует. Просто мне надо к десятом уровню быть уже готовым. Так, там ничего нет. Ага. Значит, вот куда мы идем. Постепенно на станцию Черенкросс. Вот, вот, тяжело уклоняться от тебя. Ну, ничего. Так, а он сейчас что-то с трех тычек. Значит, я крита не дал, скажем, всего. Так, ну здесь все тихо, спокойно, по идее. Вон эти еще огнехваты. Так. Но огнехваты, это для меня не опасно. Вот, я еще что-то был посмотреть. Тут сразу этих два шаровара. Ну, естественно, нелегко ложатся. Персональный портал, интересно. Так, ну а теперь, в принципе, можно идти дальше. Я здесь как можно больше обследовал. Задерживаться здесь, в принципе, надолго не стоит. Только вот, пофармиться на этих огнехватах. И тогда у меня опыт быстро поднимется, в принципе. Так, а это уже какая-то фурия. Кто ты такая? Так, ну для начала я против тебя использую, конечно, же защиту. Мне кажется, или калдаун первой моей магии стал больше с прокачкой. Так, пауза между применениями. Не, наверное, она такой была. Если что, я предыдущие видео пересмотрю. Так. Вот еще огнехваты. Их шаровар сопровождает даже два. Так, ну это для меня, в принципе, не опасно. Но немножечко все-таки бесит. Так, а ты подожди, братан. Ты не такой-то и сильный, чтобы на меня наезжать. А вот и Сент-Мартинес. Но в Сент-Мартинесе я не помню. Есть ли какое-то действие у нас? Так, я уже какой-то квест опять случайно выполнил. Сейчас. Сент-Мартинес у меня бесов-стрелков убить. А, я площадь Линчестер полностью обследовал. Отлично. Потом Сент-Мартинес. Вот, где бесов-стрелков есть. Потом Сент-Мартинес. Это какой-то плазмы. Угу. И... Ну, это когда я уже туда прибуду. Сент-Мартинес. Что же меня здесь ждет? Подземелье полное демонов. Ну, пошла, пошла жара. Отлично. Ду-ду-ду-ду. О, музыка закончилась. Я и не заметил. Отлично. Ох, ты ж прожор. А я и забыл про твою способность вырастать. В размерах. Ты все равно мне не опасен. Извиняем, братан. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Толстый ублюдок. Хе-хе. Хорошо перевели. Молодцы, ребята. Увожу хайм. Так. А, ты... Ну, радует такой перевод прикольный. Толстый ублюдок. Детектор протоплазма. Скорее всего, про это мне и говорили. Так. Кто это такой? Ух ты, шацкая туша. Кстати, если вы помните, он раньше был боссом. Только тот был немножечко-немножечко побольше. И... Из него не влазили зомби. Так. Один активирован, да? Хорошо. Так. Че, не помещаешься, да? Ну, сейчас я как батя подметы размещу. Так. 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 Вот так. И вот так. А теперь все поместится. Так. Кто здесь? Вот здесь такие же, в принципе, слабачки. Обитают. Которые мне серьезно повреждения не на них. Никакой жизни. Так. Опять его я не могу взять, предмет. Потому что что будешь делать? А, вот ты еще где. Да вы мне даже броню не проносите, парни. Ну, о чем тут можно говорить? Наглые люди. Еще один, да? Вон он ты где. Ну, иди в папочки. Все решает сила, брат. Все решает. Ох, ты что, это монстр. Вот это монстр. Я понимаю. Ну, давай, скрита тебя уложу. Не получится, да? Хоть он и толстенький, но... На мое счастье, у него мало дамага. Поэтому он, в принципе, ничего мне... Противопоставить не может. Так, избавляемся от говна сразу же. Белый шмот меня не интересует. Тем более, за него предпочитают. Че? Еще один, да? Да я не против тебя убивать. Тем более, у меня уже на тебя иммунитет. И я тебя уже быстрее гашу. Так. Это тоже надо выкинуть. Ммм, да. Пока я это все выкидывал, опять мубика началась моя наилюбимейшая. Ай, не везет мне, не везет. Так. Это второй. И еще где-то должен быть третий. Блин, я такой четкий шлем выбил. Жалко, что он не на меня. Где он, кстати? Не, это не то. Жаль, ну, куда. У нас супер предмет был. А, скорее всего, по ноже. Да? Повышение защиты от всех особых эффектов. На 15. Стоимость наряжения 3 силы, да? Ой-ой-ой, ничего себе. 3 силы дополнительно сверх дает, что ли? То же, вроде, тоже просто силу дает. Интересные ботинки. Можно их, в принципе, изучить, потому что они... Хоть и зеленые, но предмет 11 уровня. Ладно, я даже не пожалею, в принципе, анализатор на тебя. Так, 6 защиты от урона. И теперь уже даже 4 силы. Но я что-то логики понять не могу. Она давала 3 силы. Мне сила на... 21 повышалась. А сейчас на 20. Но теперь снижается еще и сила воли. Видно, все-таки он не так хорош, как мне казалось. Так что я, в принципе, одевать тогда его не буду. Вот такая вот хиромальтия. Ну, а электроклинок что-то такое? Ну, неплохой меч уже, кстати, пошел. Тем более он 7 уровня. А у меня еще меч до сих пор 5 уровня. Ну, его и оставлю, в принципе. Потом продам. Он, скорее всего, будет хорошо стоить. Так, где-то я уже слышу демонов. О, уже почти 5000. Мне надо до 8 подкопить. И вот тогда заживем. О, пачки. А я, по-моему, что-то там должен был упустить, да? Мне надо еще один детектор. Ладно, тогда я сейчас на секундочку отсюда убегу. И посмотрю, где я пропустил детектор протоплазмы. Хотя, возможно, он будет и внизу, но... Лучше пораньше чуть вернуться туда. Вот он, да. Походу. Не имеет он и он. Повыше, что ли, находится. Так. Внимательно надо посмотреть по сторонам. Вроде его здесь нету. Значит, нет здесь его. Так. Значит, он, скорее всего, будет внизу. Это, конечно, не стопроцентный шанс, но... Все же есть. Небольшой. Для меня же было бы лучше, если бы он здесь находился рядом. Так. Апс, следовал. Ну и, значит, тот тоже я должен был уже использовать. Так. Ладно, пойду на выход. Что-то я, походу, пропустил, скорее всего. А, блин. Так. Ох, какие вы мощные парни. Да вы поглядите. Ну ничего, толпой. Я вас все равно загашу, не зря. Комплиер. Эти отвратительные ящики. 20 баллов. О, да. Ачивку получил. Прикольно. Текс, текс, текс. О, как у меня быстрый реген. Здоровье отрёт. Чем их больше, тем я быстрее регенирую. Так что, в принципе, на меня количество особо не влияет. Но, к сожалению, у меня нет ещё массовой атаки, которую я изучу чуть-чуть попозже. А именно на 10 уровне. Так. Упал, отжался. Отлично, отлично. Как пошло так. Кромсание этих бесов. На. Прикольно. Как мне нравится их бить. Это никогда не надоедает. Так, а меня ещё до сих пор кто-то бьёт. Вот, вон он, да. Ну, на таких дюков я внимания не обращаю, потому что они мне, в принципе, мало здоровья сносят. Тем более, у меня оружие очень крутое. Но меч всё-таки, наверное, придётся менять. Хоть даже я его и заточил. Потому что скоро я, может, выбью что-нибудь покруче. И буду жалеть о том, что потратил 8 тысяч на меч. Да, дороговато, конечно. Так, сможет, никуда надо идти. Но... Этого демона ничего не спасёт. Я его собрался убить. Значит, я его убью. Так, а если я пойду туда, тогда я иду как раз с окрестностем станции Черенкросс. Тогда, получается, мне надо идти лучше назад. Сейчас я тогда отскуртушу загашу. Туда отправлюсь чуть попозже. О, зомбачки. Так, а это мне уже что-то... Ага, вот он-то ещё, да? Настанут и уже не убежишь. Тем более, у меня меч обладает свойствами радиации. Поэтому, если я наношу удар, то у него уже есть заражение и... Но он ничего не сможет мне, в общем, сделать. Если так кратко выражаться. А, я отсюда же прибыл, скажу, всего, да? Да, я же с площади Линчестер прибыл, и я, получается, сейчас бы пошёл назад. А мне уже какие-то глюки кажутся. Ладно. Значит, мне по-любому к нам дойти. Такс. Там будет дофига местных туш. А я как раз голодный. I am hungry. О, мясник. Реально на пуджа так сильно похож. Сейчас будет взрыв. И... Кромсание зомбаков. Которые, между прочим, дохера опыт отдают. Если найти их такое скопление, то можно неплохо фармиться, в принципе. Так, а вон у меня и завершающая часть квеста. Всё для победы. Так, ладно. Давайте я броню, врублю, чтобы подрегулись. Неменечко. О, как быстро я регенюсь. Хорошая пассивочка. Я больше другие пассивки качать не буду. Хоть тут, конечно, есть тоже крутые на защиту, там. На атаку, на реген маны. Но я уже выбрал, что качать. И поэтому на этом и зациклюсь. Тем более, она очень хорошая. Так, у меня шлем. Очень мощный, конечно. Но... Так, это я не могу носить. Это я удалю. На хер вместе с мечом. Меч тоже дофига слотов занимает. Так, а мне надо до сих пор ещё шмот подбирать. Меня тем более ещё кто-то сейчас бьёт. Но они слабаки. Если я, конечно, сюда пришёл, не выполняя дополнительных квестов, они бы мне неплохо относились. Но так как у меня шмот хороший, квесты все пройдены, поэтому он, в принципе, мне не составляет труда. Так, теперь надо отменить вот этот квест. Я ставку пилот. И в очередь. Так, всё для победы. Выполнено. И значит, мне теперь надо только отправиться на станцию Черенкросс. И там уже допроходить квесты. Так. Вот что это за шлем? Может он крутой? Ни херня. Такс. О, меня уже старый добрый друг дождался. Который так и хочет меня прокачать. Побыстрее бы. Девятый уровень. Опыт. Хорошо так идёт. Монстров много. Как же я люблю их крымсать. Такое чувство. Наиприятнейшее. И вот здесь у нас ничего нет. Ладно. Ладно. А вот теперь и последняя. Заключительная часть серии. Окрестности станции Черенкросс. О, вот это да. Вот это банда. Восьмого уровня. Но что-то они разлетаются как-то как соплячки. И опыта дают слишком мало. Седьмого уровня, например, вон те огнехваты давали намного-намного больше. Ладно, хватит. Такс, они меня пытаются убить, но что-то это у них плохо выходит. Они, наверное, сами не поймут, что это такое. Смертный как-то демонов мочит. А у них тут искусственный интеллект. О, шипастый скелет. Да. Какие мощные ребятки собрались всё-таки здесь. Но их уже обладали, поэтому сожрать тут ничего не получится. А вот туши мясные дают неплохо опыта. Так, где ты? Вот она. Ловчий, да? Ты какой-то бедный ловчий. Мне тебя жаль. Так, а здесь источник всякого зла. Источник всякого зла. Что за хрень? Это глюк какой-то, просто надписи висят. Непонятно, честно. О, что-то такое мне выпало. Интересно. Так. А вы можете меня ещё чуть побить. Если, конечно, регенерацию пробьёте, то будет весело. Так, стремя снаряжение три-четыре силы тоже вот прибавка хорошая. Потом от шипов лучше. И вообще он, по-моему, по уровню покруче будет на два целых, да? Но вот сейчас, как обычно, обследую его. И окажется, окажется, что он херня. Это стоило ожидать, но зато я его дороже намного продам. Это главное не выкинуть, правда. Ладно, вот. Я сначала беленькие предметы выкинул. Отлично. Где-то меня ещё тут тычат, да? О, какой склад. Здесь можно было оборудовать неплохой гараж для автомобилей или какую-нибудь спортплощадку. Прикольно. Такое хорошее место. Так, ладно, дайте я похилиюсь немножечко. Да нифига себе, какие вы мощные стали. Вот посмотрите. Поножи оруженоса не изучено. 11 брони, херня. А у меня предмет 10 уровня. Такс. Ручные фиксаторы оруженоса. Ладно, сейчас проверю, что это. Так, шипстик, да? Мало за вас дают, но вы слишком какие-то плотные, толстые. Неуклюжие. Средний филиал энергии. Вообще, я их не использую. Щитовой конденсатор, временное усиление персональных щитов. но я этими бафами не хочу пользоваться. Персонаж пока вроде все и так проходит, поэтому я лучше, наверное, с них денег возьму. так, я могу еще куда-то сюда пройти. Куда же я пойду на станцию? Нет, ну там просто обычный тупик для набивки опыта. Кстати, у меня уже почти девятый уровень, я не понимаю, что это... А, источник всякого зла, нам скорее всего потом квест дадут, чтобы мы его обследовали. это лично мое предположение, потому что брони пока я же три квеста выполнил, да? Так. Да, поэтому я пока не могу выполнить этот квест. Это чуть-чуть попозже. Сюда придется вернуться. Так, а я что-то могу обследовать здесь. По крестности. О, так я могу его выполнить, что ли, я не понял. А, вот, автопилот, окрестность, я же на окрестностях уже. Источник всякого зла. То есть, вот, я его уже взял, чуть-чуть не тупанул. Так, ну вот еще один квест, значит, пройдет. Вот такие вот бывают случайности. А мог бы, в принципе, уже отправиться во свои оси и не пройти квест. Так, я еще раз проверю все-таки на всякий пожарный, что я его прошел, да. Все готово. Там все обследовано. И я теперь могу, в принципе, идти дальше, уничтожать шипстиков. И отправиться на станцию Чернекросс. И там, наверное, уже нас будут ждать крутые забавы. и оттуда я смогу обратно телепорти... Ух ты, шьет. Меня уже тут и сносит, да? Проклятый хренок. Походу, он зеленый, скорее всего. Щит-хранитель. Так, ну они уже что-то обнаглели и стали мне гораздо больше сносить. Мне это, если честно, не по душе. Но игра все равно должна усложняться и это только цветочки по сравнению с тем, что будет дальше. То есть, она нам дает так вот побегать, разогреться, а потом полностью уносить. Но, если я запасусь нормальным шмотом, то я, в принципе, не смогу тут выживать. Так, а вот и станция Чернекросс. Ладно, зайду сюда, тут даже должен быть телепорт обратно, чтобы мне не бежать по 300 километров. Беседа с лордом Орфаном. Так, лорд Орфан, ау, где вы? Так, кстати, я хотел обследовать то, что я выбил. но, но, теперь у меня найти, надо всем уметь пользоваться. Мурмур, ты уже здесь, вот, сука. Ладно, Орфан, привет. А, чебурек, не так ли? Ммм, человек, уничтожающий разломы и доставляющий сообщения? Отлично! Я слышал, вы недавно встречались с квестом интересным. Расскажи мне об истине, хорошо? Ее словах, понятно, мало и много. Задача демонов поглотить и захватить наш мир, и, очевидно, он не первый, с которым поступают подобным образом. Мы столкнулись неизбежно. Я думал о чем-то подобном, и загадочные слова мудрейшие подтверждают мои страхи. Ее признание можно считать сверхъестественным доказательством моих собственных подозрений больно-изуменного смысла. Но, кто она такая? И кто те другие, о которых она говорит? Как можем вытащить себя при столь неблагоприятных обстоятельствах? Я намереваюсь это выяснить, но это займет некоторое время. Чебурек, твоя помощь людям со станции Ковенгарден сложно переоценить. Я бы назвал ее практически неоценимой. Но наши люди нуждаются не меньше. Помоги им, ты ведь это можешь. Вернись ко мне, когда внесешь свою лепту в инстанции. К тому времени я соображу, что нам делать с истиной. Будрость и хаос. То есть мы сейчас будем заканчивать потихонечку. Сначала я хочу взять квесты. Вот ты. Хорошо. Ну что, поместим его обысление. Боюсь, что мои изыскания касательно мудрейшие приоткрылись совсем немного. Строго говоря, я нашел только одно упоминание об этой даме смутную празу вызовер в свитке. Праза звучит загадочно и архаично. Примерный ее перевод такого в жажда знаний порождает поиски. Полночный оракул помнит все. Насмешка над мудростью нечистый мудрец. Она ждет в аду и готов учить. А, он ждет. Вот и все. Остальное полнейшее бессмысленно. Однако, я полагаю, что этот оракул противоположен мудрейшей, встретившейся на своем пути. Древний демонический том, содержание которого сводится к левите на истину, причем написанной с грамматическими ошибками. Но все же это уже кое-что. Если ожогу подверглись целые галактики, а именно это следует из слов мудрейшие, когда демон обязан знать истину, зверь непременно попытался бы ее поглотить. Потерапев неудачу, ад может вас желать создания собственной версии истины. Мы должны найти этот оракул. Он ждет в аду и готов учить. Все войска, которые подчиняются мне уже направились к разломам, отмеченным на твоем навигаторе. Ты, чебурек, тоже сыграешь в этом некую роль. Вы связаны с истиной, значит твоя судьба отправится на ее поиски. Начни с разломов на площади Пикадиги. Удачи тебе. Первые за 20 лет я чувствую, что мы начали двигаться вперед. Но к чему именно? Надеюсь, это к чему-то великому. Что к чему-то великому? Я тоже на это надеюсь, друг. Я тоже на это надеюсь. Квестом мы уже будем брать, конечно, чуточку попозже. Но единственное, я хочу взять у тех на кузнеца. Сейчас поговорю с ним. Такое счастье, что я не 314-й. Просто невообразимая радость. Ты в курсе, что он полный псих, а его начальник еще больший псих. Вообще не может 314-м работать не из легких. Не быть 314-м работать не из легких. Я предлагаю очень много усилий, чтобы приносить пользу, чтобы никто не решил поставить меня на место этого клоуна. Но, наверное, надо стараться еще сильнее. Если ты поможешь мне спорать дел, ну, как обычно, моя предстоятельность не велика, очень велика. Площадь Пикадилли, вот туда мне нужно смотаться и подразведать, что там поможешь. Да. Могу. Так. Подожди, Технокузнец, я хотел с тобой о другом немного поговорить. Подожди, блин, не так, не так. Вот так. Понятно, тут его автопиография. Так. Ну, я пойду сейчас сдам все свои квесты, а потом уже буду здесь брать новые, но это, понятное дело, в следующей серии. Так, все, что это, астральный стабилизатор, то есть я ввезу, но просто можно обратить с 5 эффектов, понятно, херня. Так, броня. вот этим небо тоже бы продавать средний филиал энергии, нахер ты мне не могу в принципе. 2100 в минуту. Ни хрена себе средний филиал, а куда мне тебя использовать? щитовый конденсатор мне точно не нужен. Сейчас, извините. Блин. да. Привет. Да. Да. Так, ну я продолжаю, я сразу извиняюсь за этот инцидент, когда вообще телефон отключать, но забываю. так. Ну здесь я уже вроде разобрался, станция довольно большая, мне надо побыстрее найти вот эту площадь для телепортации. Вот он, терминал. Станция Ковенгарден, мне как раз туда и надо. Столько квестов выполнено. Докер. Потрясающе тебе удалось с ними справиться, благодаря тебе, чем Олег, в одного незадачливого коллектива теперь есть будущее. Я у тебя в долгу. Хе-хе-хе. Так, что она мне дает? Херня, боеприпасы, ракеты, ом, бля. А что из этого самое дорогое? Ну давай религию возьму, хера там. есть Патрик. Патрик, ух ты ж, отлично, теперь моя площадь для меня как открытая жопа. Молодец. И у меня есть мега крутой меч. Ой-ой-ой, да, это круто. Круто-круто. Терми 10 уровня, требуется персонаж 6 уровня. Не, прикольно, терми 10 уровня. Требуется персонаж 6 уровня. Но этот бьет огнем. И если... О, мег скидали 1 пункт к чему-нибудь. Ну, естественно, я вкладываюсь в силу. Так. Морки банки уже выросли. Так, я хотел кое-что заделять. Сейчас я его изучу. 50... Ни хрена себе. Почту с ауру восстановления единицы. То есть нифига себе у меня мечишка. Да, да, да. И выглядит, посмотрите, как круто. 25 сил у меня от того меча. От этого, правда, 19. То есть сила уменьшается, сила воли на 5 увеличивается, а на 6 сила уменьшается. Но... А, это у меня будет при том, если я вот этот свой меч одену. То есть этот меч мне наоборот намного... Правда, меньше сила воли будет, то есть меньше хп-шки. По-моему, да? Сила воли... Нет, сила воли это не за хп, а за ману отвечает. То есть чуть-чуть, чуть-чуть меньше... Да я не понял, что сила воли вообще делает? Одену магической силе и ускоряет ее восстановление. Но что-то я не вижу, чтобы оно там что-то менялось так кардинально. Ладно, похер. Магическая энергия как была, вот сейчас 80, например, и сейчас я вот так поставлю. Я логики понять не могу, но да ладно. Тем не менее, у меня появился крутой меч, и посмотрите, как он выглядит. Ух, я прям уже не знаю, самого себя боюсь. Так, Маккензи. Красота! Теперь пьяные не будут устраивать потасовки. И какой-то он мне тоже дал осколочный серп. Тоже какая-то хрень достаточно, наверное, мощная. но я все-таки интересуюсь ее проверить. Тоже 59. Уменьшение времени перезарядки типа мечи на 14%. Аура силы. Аура силы стоимость. То есть у меня будет еще меньше выносливости, но гораздо, гораздо больше силы. повыглядит как. Но я его пока продавать не буду, я сам поэкспериментирую потом уже. Пусть они пока вот на видном месте вот здесь будут лежать. А свой я, конечно, вот это уже продам. Да, жалко то, что я в него 8000 вбухал. Ну да ладно, я же давно в эту уже игру не играл, поэтому да, жалко это 285 продавать, а 8000 вложить. Ну ладно, уж. Тут, как говорится, не попишешь. Так, это у меня все завершено. Предмет он кстати говновый продает, поэтому даже можно с ним об этом и не заговаривать. а теперь я хочу изучить реликвию сила воли плюс 6, только я не знаю как ее, куда ее вкладывать, пытка демонтажа предметов субь компонентов, сведения, еще бы знать куда эти реликвии батарейки сжения, то есть я могу как-то юзнуть наверное, да, добавлять 13 плюнки именно так точно и да никак нет просто подключить эту штуковину как ее подключить я что-то не в дупле ладно это надо где-то значит в другом месте делать может у Анжулы нет Анжула она тупая как пробка видимо и не может мне с этим делом помочь ладно сейчас я последний квест дам вот вообще по-моему нельзя нигде модифицировать ну вот есть улучшение предмета то есть я могу но этот предмет уже дороже кстати чтобы добавить ему легендарное свойство требуется 16 тысяч я кстати накоплю эти деньги все равно для начала я выясню какой все-таки меч из этих покруче будет так это расширитель на нагор поместите предмет помещаю необходимые ресурсы тогда я смогу его улучшать но у меня ни одного из этих предметов нету осколков там всяких поэтому я отсюда ухожу демодификатор он предметы разбирает кстати предмет не модифицирован ладно сейчас вот например кстати может вот здесь можно будет модификации вставлять вот так нет а где реликвия например ее я тоже почему-то вставить сюда не могу и куда моя одна реликвия пропала вот она модификация ладно пофиг пофиг иду сюда отличная работа чебурек я бы ни за что не нашел ладно он нам дает опять же говно поэтому я его просто о нам он еще может дать квест отлично если ты и дальше будешь тут шляться и делать мне придется станет легче жить мне то нравится что настоящий таблеток может запустить мне жалко но того стоит разумеется таки у каждой критоколик грандолана его пошива вроде писали всегда ставят права на труд но я лично запал безделие кстати я предлагаю легкую работенку сейчас надо поработать курьером если такой человек тебе покажет 34 на 20 его джиге за санкция черемпрос парень задолжал мучить топ полаган я этого несчастного тут все дело просто пару пустяков ладно мне все равно надо будет туда идти поэтому уже в следующих сериях я буду это проходить в принципе так что мы в них увидимся там будет только интересней поэтому вы в принципе можете сейчас на мой канал уже подписаться и будьте конечно в курсе всех последних событий ведь я вроде прохожу довольно такие интересные игрушки говно я сам проходить не стану поэтому можете в принципе подписываться ну а с вами был Павел Мясник всем спасибо за просмотр увидимся в ближайших выпусках всем пока спасибо 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 Продолжение следует...